В эфире программа Вечерний Гость. Здравствуйте! В ноябре стартует второй сезон политической кухни. Напомним, этот проект вызвал большой интерес со стороны молодых людей, которые хотят реализовать свои социальные инициативы, а может и построить политическую карьеру. И сегодня у нас в гостях победители первого сезона Антон Тарасов и Ян Коваль, а также бессменный организатор проекта Виктор Фидин. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые настоящие и будущие депутаты. Ну и первый вопрос у меня к победителям проекта. Зачем вообще подались вы на политическую кухню? Вы чувствуете в себе потенциал, что могли бы решать городские проблемы эффективнее, чем нынешние депутаты? Или может быть у вас какие-то амбиции такие, что вам славы хочется, престижа, какого-то веса в обществе и так далее? Скорее всего ответ в том, что и хочется и престиж, и есть проблемы, которые вижу, которые нужно решать. И есть силы, есть понимание, как их решать. И нужны инструменты для того, чтобы как-то более эффективно достичь цели. Поэтому пришел за знаниями, за опытом, за знакомствами, за всем этим, чтобы идти дальше. То есть удачно это все соединилось, да? И тот, и другой мотив. У вас, Ян, как? Да, ну я бы тоже хотел присоединиться к словам Антона. Здесь все в совокупности повлияло на решение по участвовать в проекте. То есть и обрести некую, ну да, скажем так, знаменитость. И помочь городу. И ввиду того, что мы пока еще не настоящие политики, а только идем, это ступенька первая к тому, чтобы заниматься уже политической деятельностью в полном объеме. Как бы, да, это вот тот самый инструмент для того, чтобы помочь городу, чтобы реализовать свои социальные инициативы. А они у нас имеются. Вот как-то так. Виктор, ну и к вам, как куратору, как организатору политической кухни в целом. Ну, участников было очень много. Какая у них мотивация была у большинства? Ну, напомню, что на первый этап проекта зарегистрировалось у нас 75 молодых нефтьюганцев. Мы рассчитывали, конечно, на цифру гораздо больше, но первый опыт был вот таким, да, то есть 75 человек. Это очень много. И мы вообще изначально ставили планку 300, скажем так, 300, но я думаю, что здесь все-таки не сработало до конца правильно медиа направление. Может быть, недостаточно информированности было, потому что многих ребят потом встречали, и они там, ой, говорят, а мы не знали, а мы так хотели. И поэтому мы понимаем, что второй сезон нужен. Что касается первого сезона и мотивации молодых людей, которые шли на участие в проекте, у нас после подачи заявления была такая стадия, как собеседование. И каждый участник проходил собеседование, отвечал на вопросы, непосредственно собеседование проводил я с коллегами. И вы знаете, у всех молодых людей, которые, собственно говоря, потом остались в проекте, а в проекте осталось порядка 50 человек потом, была одна черта – это желание что-то изменить. Да, приходили ребята, которые, ну, в общих чертах видели какие-то проблемы, но не до конца понимали, например, да, с помощью каких механизмов эти проблемы можно решать, но было горячее желание что-то изменять. Вот есть энергия, есть время, надо куда-то вложить, надо вот что-то сделать, а вот давайте здесь так. И мы понимаем, что вот этот симпиоз опыта и желания, он, в принципе, должен был дать неплохой результат. И на протяжении проекта «Политическая кухня» и после завершения мы с ребятами участвовали в нескольких благотворительных проектах, в том числе, и, я думаю, позже о нем расскажем, и получили тоже неплохие результаты. Вот, поэтому желание двигаться – это вот желание что-то менять к лучшему. «Политическая кухня» – это первый в истории нефтьюганска проект для тех, кто грезит о политической карьере. Можно встречаться с теми, кто уже добился успеха на этом поприще, узнать секреты популярности, понять, как вообще принимаются политические решения. 78 молодых участников, среди которых были представители практически всех профессий – предприниматели, педагоги, юристы и даже мамы в декрете – более полугода работы. Слушали известных спикеров, социологов, блогеров, бизнес-тренеров, узнали, как создавать собственный бренд, встречались с главой города и депутатами, участвовали в работе думских комиссий и, конечно, писали собственные проекты с необходимым условием их реалистичности. И хотя в Государственную Думу пока поехать не получилось, все победители признали, что приобрели бесценный опыт, в своих политических стремлениях не разочаровались и твердо намерены баллотироваться в депутаты. В целом, уважаемые участники проекта, оправдались ли ваши ожидания? Да. Если говорить коротко, то да. Теперь я. Ну да, ожидания от проекта оправдались. То есть, скажем так, ступень была взята, сейчас следующая ступень, следующий проект, второй сезон. Я так думаю, дальше не будет. Можно назвать это промежуточным, скорее всего, этапом, который сильно дал ручок, какой-то стимул двигаться дальше и все-таки достигать своих конечных целей. Вот политическая жизнь, когда вы в нее погрузились, увидели эту кухню, так скажем, изнутри, она оказалась такой, как вы ее представляли? Ну, на самом деле, она оказалась такой же, как и были представления. Были некоторые представления, были белые пятна в понимании того, что такое есть политическая кухня. При поступлении в эту политическую кухню эти пятна пропали. То есть, заполнились знаниями, умениями, пониманием. Антон, я так поняла, для вас, вот, вообще, в принципе, регистрация в качестве участника, это было таким смелым шагом, да, серьезным. То есть, вы хотите сказать, что вообще нужно смелые мечты иметь, и тогда они реализуются? Да, нужно просто верить в себя, и брать на себя смелость за свои желания, за свои слова, за свои поступки, и брать и действовать. Хочешь, делай. Вы видели себя в числе победителей, или вот это стало для вас каким-то приятным, так скажем, сюрпризом? Я не смотрел в число победителей. Ну, изначально, вот вы когда регистрировались, думали, вот мне хотя бы поучаствовать, или вот сразу претендовали, что вы в числе сильнейших окажетесь? Нет, у меня была цель продвинуть свои идеи, то есть, скажем, продвинуть то, о чем я думаю, чего я хочу достичь в плане усовершенствования жизни горожан, вот, и хотя бы даже в своей сфере. То есть, в сфере лиц с ограниченными возможностями здоровья, поэтому я видел эту цель, и я шел с этой целью. Программа «Доступная среда», в частности, вот Антон про нее говорит, есть наболевшие вопросы, которые вот он предлагал решать. Да, программа «Доступная среда», ну, в числе победителей, это да, это очень хорошо, что все-таки меня увидели, меня узнали, за меня, скажем так, все держались, держали кулаки, и это очень приятно, и мотивирует идти дальше. Виктор, а кто был в качестве жюри, и по каким вообще критериям, принципам отбирались победители? Выбор победителей, он состоял из двух этапов, то есть, скажем так, проект у нас был стартаповый, то есть, говорить о том, что какие-то жесткие правила присутствовали, нет. Ну, то есть, это своего рода эксперимент. Да, это был некий такой молодежный социальный эксперимент, в основу которого легли уже существующие практики работы с молодежью, начиная там от федерального, регионального уровня, областного. Я скажу так, что проект «Политическая кухня» включает в себя, скажем так, некоторые элементы и лидеров России, и кадровых проектов окружных, и молодежных проектов. Ну, то есть, поизучав по стране вот эту практику работы с молодежью, которая, скажем так, сближает общение молодежи, власти, делает более доступным, вот, собственно говоря, родился ряд мероприятий под названием «Политическая кухня», создав рецепт своего успеха. И все-таки кто в жюри был? Наверное, же были люди, которые определяли? И мы решили отойти от традиционного выбора победителей с помощью, не знаю, там, пяти экспертов со своим субъективным мнением, пусть и там имеющих опыт. Условия были такие, то есть, я об этом ребятам сначала не говорил, но первое, победителем может стать любой человек, который имеет желание и дошел до конца. Я скажу так, что из 50 человек, которые проходили образовательные мероприятия, только 17 человек написали свои проекты, вышли в финал, защитили свои проекты и, собственно говоря, сказали, что мы пойдем дальше. Мы потом с ребятами встретились и, собственно говоря, вот эти люди, которые тратили время свое, тратили какие-то ресурсы, подключали интеллект, работали над проблемами, они, ну, по своей сути, уже имеют право называться победителями, потому что им не все равно. И, буквально, вот секундочку, и, получается, у нас осталось вот 17 небезразличных молодых людей, которые, собственно говоря, стали помощниками депутатов. И для того, чтобы, в принципе, определить уже тройку победителей, да, и, собственно говоря, кто пойдет в Государственную Думу, мы все проекты собрали на онлайн-площадке в социальных сетях и провели интернет-голосование. Ну, за них голосовали, да, я видела. У меня вопрос возник, почему так мало людей в итоге написали проекты? Это какой-то труд очень серьезный был? Расскажите, вот, Ян, Антон, о своих проектах. Ну, я бы не сказал, что труд серьезный, но время, на самом деле, уделить этому надо было. То есть, какое-то время, которое надо было забрать, там, условно говоря, от семьи, от каких-то там домашних обязанностей, каких-то работ, вот, и написать, проработать. У Антона называется «Вдохновение жить» проект. О чем это? «Вдохновение жить» — это проект о том, что, скажем, лица с особенным изумношенными здравия, граждане Гиганск, молодежь, получили возможность реализовать себя как личность. То есть, ну, мы знаем, что много, многие граждане, которые, ну, имеют какие-то ограничения по здоровью, они психологически зажаты, то есть, они сидят дома, они никуда не выходят. Многие из них, я не говорю о том, что все. Есть такие личности, которые, ну, действительно публичные, не стесняются, не боятся, нормально живут. Вот. Есть такие, мой проект направлен на таких, кто не входит в это число. То есть, те, кто стесняется, как-то не уверен в себе, как-то боится чего-то, публичности боится, боится себя. То есть, себя бояться не нужно. Нужно верить в себя и как-то проявлять себя в обществе. То есть, если у тебя есть талант, зачем ты его прячешь? Если ты умеешь хорошо петь, зачем ты прячешь свой талант? Данил Плужников не прячет, Юлия Самойлова не прячет. Эти люди не стесняются, по-моему, в Юганске такие. То есть, проект о том, что должна существовать какая-то площадка, которая будет помогать этим людям раскрывать их таланты? Проект о том, что должен существовать костяк, коллектив, который... Что этим людям нужно сплотиться, да? Этим людям нужно сплотиться, да. И чтобы показать своим примером, что зачем сидеть дома, когда можно прийти и выступить. Допустим, собраться в каком-то месте вместе, пообщаться по-дружески. То есть, не просто по квартирам сидеть и страдать, а вот какое-то сообщество должно появиться. Да. Есть, конечно, подводные камни у реализации проекта. По ходу, скажем так, времени будем их каким-то образом решать. Но, я думаю, все получится. Я думаю, стоит рассказать еще, что весной 2020 года после проекта собирались, пробовали репетировать к 9 мая песни на музыкальных инструментах. Вокал, ну, все еще в работе, но в целом через музыку, через искусство пробовали делать первые шаги. Да. При подготовке, собственно, проекта, на который действительно самый, скажем так, значимый элемент, который пришлось потратить это время, при подготовке проекта была изучена информация, в том числе психологические какие-то, скажем, труды. Вот. И я нашел, что музыка – это действительно хорошая терапия для людей, которые, ну, обладают какими-то ограничениями, чтобы поверить в себя, чтобы, ну, не бояться себя и быть, скажем, на виду. Ну, мы еще немножко вернемся к этой теме. Ян, у вас назвал школой режиссера, да, проекта, если я не ошибаюсь? Где политика и где режиссура, да, вот что? Да, ну, название «Говорящее само за себя», то есть, скажем так, это школа. Это нестандартное образование, которое поможет учащимся школам, ну, школам, возможно, там, институтов, учебных, там, других заведений поучаствовать в конкурсе на составление социального ролика. То есть, социальный ролик снимается, берется какая-то определенная группа людей, да, то есть, целевая аудитория, будь то, там, ветераны, не знаю, там, ну, то есть, все в ваших силах, да, как говорится. Снимается социальный ролик, то есть, что мы получаем в итоге? Мы получаем такой результат, то есть, во-первых, учащиеся, которые, да, получают то образование, которое они не могут получить в школе, ну, это 100% этому не научат. Это современно, это то, что понравится 100% каким-то учащимся, детям, там, школьникам и так далее. Третье, это в ходе, ну, как планируется, да, в ходе взаимодействия с нашими социальными, скажем так, да, группами, то есть, ну, дети, они воспитывают себе нравственность, воспитывают какие-то, ну, это, скажем так, основы волонтерства закладываются, да, в таких моментах. В последующем планировалось, да, что выходцы будут волонтерами, там, какими-то заниматься такими делами. То есть, вот это та социальная направленность, которая подразумевалась в моем проекте. Антон Тарасов среди всех конкурсантов политической кухни показал самый большой прогресс. Он преодолел свой страх и стал не только участником, но и победителем проекта. В ближайшем будущем собирается баллотироваться в Городскую Думу, чтобы решать острые социальные вопросы. Пример Антона Тарасова лишний раз доказывает, что ограниченные возможности здоровья на самом деле человека не ограничивают. У него могут быть большие мечты, масштабные планы, и ничто не мешает их воплощать. Пошел для того, чтобы решить какие-то свои проблемы, которые вижу, которые хочется решить, и которые чувствую силы решить, но не знаю как. Вот я пошел в политическую кухню за поиском способов. Есть такие вопросы, которые без политики не решить. И одному. Тарасов хорошо знает, каково живется таким, как он в обычном российском городе. Без пандусов, подъемников, грузовых лифтов. Даже постричься для человека с ограниченными возможностями – проблема. Сфера услуг и та не обеспечена доступной средой. Благодаря политической кухне я получил опыт, какое-то общение с гражданами, которые занимаются политикой, уже действующими депутатами. Благодаря лекциям, которые проходили в рамках политической кухни, я получил знания. Какие-то скиллы, скажем так, я получил. И теперь с этими скиллами надо будет решать проблему. Тарасова в целом волнует городская инфраструктура и сфера ЖКХ. Он хотел бы сделать Нефтьюганск более удобным и комфортным для жителей. Чтобы ливневая канализация появилась, а стихийные свалки, наоборот, исчезли. Но Антон мечтает не только о прозаичных вещах. Например, он хочет создать необычный, первый в своем роде музыкальный коллектив. Про музыкальный коллектив. Действительно достоверная информация до репортажа начали? Информация более чем достоверная, потому что были даже уже предприняты первоначальные шаги к созданию коллектива. Были проведены репетиции в начале года. Это именно для молодых людей с ОВЗ? Да, это для молодых людей с ОВЗ. Но на самом деле я сейчас смотрю на то, что расширить сферу, скажем, возрастную категорию граждан. Почему обязательно молодые? Да, почему молодые? Можно и маленьких. То есть, маленькие, я думаю, больше тоже заинтересованы. Но если 40-45, я не знаю. 40-45. Ну, надо подумать. Да, скажешь, что это за дискриминация возрастная. Нет, дискриминации на самом деле нет. Я думаю, Антон, извините, перебью, просто у нас есть общество инвалидов, да? То есть, ребята, они там очень даже неплохо танцуют, отплясывают и дадут фору вам так, что вам еще репетировать и репетировать. Жизнь покажет еще, да? Именно по этой причине, я помню, когда мы с ними сотрудничаем. То есть, в принципе, у них есть уже устоявшиеся мероприятия, поэтому, Антон, взять свою нишу возрастную решим. Ну, вернемся, да, к политической жизни. Вот вы побывали на заседаниях депутатов, поучаствовали в работе думских комиссий. Какие впечатления вообще вы получили? Вот сегодня, Ан, вы говорили о том, что хотелось бы как-то немножко эту политическую жизнь оживить, да, что-то изменить. Что именно? Ну, в целом, какое впечатление? Начнем с этого. Ну, впечатление какое получили, что депутаты, ну, то, что мне именно, да, то, что у меня первое, что бросилось в глаза, что депутаты работают довольно слаженно командой. То есть, там, нет такого, что, там, люди, там, грызутся друг с другом или еще что-то. Тянут и делал на себя, да, каждый за свой микрорайон. Да, тянут и делал на себя, то есть, есть какие-то вопросы, они решаются совместно. То есть, это прям, мы посетили не одно, там, не два, там, не два, по-моему, четыре или пять заседаний, если не ошибаюсь. Вот, и было видно, что люди реально работают вместе, сплоченно командой. То есть, это очень сильно, ну, как мне, это очень сильно бросилось в глаза и понравилось, что не просто так вот, там, не каждый, там, друг с другом ругается, а в итоге ничего не получится. То есть, они работают слаженно командой, вот. Ну, и еще одно, что я вам говорил, что, в чем я удивился, что депутаты у нас не получают... Для вас это было открытием? Да. Приятным или неприятным? Для меня это было открытием, ну, я не скажу, что приятным или неприятным, ну, просто это было открытием, потому что всегда почему-то в голове у меня, что, там, депутат, это человек, который... Получает очень много денег. Да, получают очень много денег, а на самом деле оно не так. Мне казалось, что это общественная нагрузка. Да. Антон, вы для себя какие открытия сделали, когда увидели вот работу депутатов? Ну, на самом деле я присоединился к словам Яна. Было приятно видеть, что есть, скажем так, сплоченность и есть проблема, допустим, и она решается сообща, и никто ни с кем не спорит. И опять же повторяюсь, открытия, наверное, таких, скажем, открытий не было. Ну, особых. Просто какие-то знания я для себя обновил и получил более яркое впечатление от того, что я уже знал, на самом деле. Вот. Что-то подправил. Как я сказал ранее, я вставил какие-то свои пропуски. Ну, вы юрист, да, то есть у вас много уже было, может быть, знаний. А вот, я так понимаю, Виктор, у них было много интересных спикеров, да, то есть из разных областей. Вот. Кто выступал и кто вам понравился, может быть, кто дал действительно большие какие-то знания интересные, вот, открытия, может быть, действительно какие-то для себя. Я знаю, что у вас было по созданию собственного бренда, да, то есть человек сам себя рассматривает как бренд, как стать популярным. Вот. Потому что нужны, опять же, такие симпатии избирателей, чтобы за тебя проголосовали. Ну, можно я начну на этот вопрос первым отвечать. Когда мы готовили проект и разрабатывали программу мероприятий, ну, долго думали о том, кого пригласить, то есть где бы что, кто мог рассказать. И вот у нас с командой родилась именно принципиальная позиция. То есть мы будем искать людей внутри города, искать людей, которые смогли бы поделиться своим профессионализмом. И вы знаете, мы, в принципе, не разочаровались. Есть пророки в своем отечестве, да? Потому что в нашем городе, да, есть достаточно людей, которые обладают экспертностью в той области, в которой они работают. И порядка семи образовательных мероприятий нам удалось провести, ну, скажем так, силами Нефтьюганска. Я бывал на множестве разных мероприятиях, в том числе с участием приглашенных спикеров из УРФО, Москвы, откуда-то еще. И скажу так, что наши люди отработали, ну, далеко не хуже. Новая информация, актуальная информация, то, что сейчас как раз в тренде. И вот вы говорили, да, по поводу имиджа, потом была тема касательно блогерства, ведения социальных сетей. Ну, в общем, собственно говоря, то, что сегодня ноу-хау, вот эти мероприятия, они в том числе были и у нас. И, как сейчас на молодежном языке, ну, зашло нормально. Ну, вы можете сказать, что вы более профессиональными стали, более квалифицированными, что вот действительно вы готовы, да, там, стать политиками? Да. Больше, чем были до проекта. Можно сказать, что действительно появилась уверенность в своих силах. Ну, за счет того, что получил знания, получили знания, за счет того, что получили какие-то инструменты, я, опять же, своими же словами повторяюсь, появилась уверенность в том, что действительно получится. Ну, Антон настолько был уверен, что уже даже в этом году у нас проводились довыборы по одному из избирательных округов, и Антон принимал участие в праймерис. В праймерис. То есть, первый опыт, да, и подачи документов, и участие, поэтому, я думаю, первый шаг был сделан. Дальше уже, скажем так, выбор за ним. Кто из политиков, может быть, понравился вам, чья работа, может быть, понравилась? Ну, работа чья? Виктор Юсанович, в первую очередь. Хотелось бы поблагодарить вообще за возможность создания такого проекта, участия в таком проекте, создания самого проекта. Хотелось бы отметить еще Дмитрия Геннадьевича Тридзякова. Тоже, но не имел чести, конечно, с ним познакомиться лично. Ну, то есть, это молодые депутаты, да, которые с вами работали, и, соответственно, вы их оценили. Ну, естественно, Алла Владимировна Гайсина тоже мне лично был знаком. Ну, то есть, познакомился лично, и действительно впечатлен тем, как держится этот человек, как человек, как личность, как депутат, мне очень понравилось. Тем более, что мы, как бы, много коллеги. Слово, Антон Тарасов помощник у Аллы Владимировны. А, стал помощником у меня. Да, и он немножко скромничает, он уже принимал первое участие в приеме граждан. Ух ты! Уже получил первый опыт. В приеме граждан. Вот, кстати говоря, вопрос хотел по поводу приема граждан, да, для того, чтобы вас погрузить, да, это полностью погружение было более реальным. В общем, вас знакомили с такой частью важной работы депутата, как прием граждан. Вот, Антон, получается, он уже в реальном приеме, да, принимал участие, а на проекте вам просто объясняли, да, схематично как это проходит. То есть, реального приема не было. Ну, это вот одна из, мне кажется, тяжелых, да, таких сфер у депутата, потому что через него все вот эти горести, какие-то беды, тяжелые ситуации жителей проходят. И при этом депутат должен еще попытаться решить вопрос, эту проблему помочь, да, во всяком случае постараться. Вот после этих приемов не возникло такое желание, да зачем мне вообще это надо, вот какое-то, вообще, как это, это сложно даже подступиться к этому. Это нужно действительно и юридической грамотностью обладать, и воля такая должна быть, и вообще эмоционально все это выдержать. Ну, на самом деле, я не поучаствовал, да, вот в приеме граждан, только наслышал, да, о таких вот, о таких моментах. Но я думаю, что в любом случае это какая-то конфликтология, да, как целая наука, это интересно. То есть, мы, собственно, за этим сюда и пришли, чтобы получать опыт, знания, чтобы понимать, надо нам это или не надо. И я думаю, что прием граждан и общение, знакомство с людьми, тут как бы, ну, ничего страшного за собой не повлечет, кроме как какой-то опыт. И в любом случае, решая чужие проблемы, да, ты становишься наголы, выше, какие-то знания обретаешь там и так далее. Поэтому я думаю, ну, ничего страшного в этом нет. Я думаю, что Антон только подтвердит мои слова, да. Ну, вот те жители, с которыми ты сталкивался, там возможно было, да, то есть ты увидел какие-то пути решения этих вопросов, с которыми люди пришли? Да, увидел. То есть, приходили люди, обращались с обычными житейскими, обычные, скажем, жители города Нефтьюганска с обычными житейскими проблемами. Ну, они обычные, ну, как правило, там приходит многодетная мама, которой негде жить, да, и вот попробуй-ка реши этот вопрос. Он не такой уж он, он обычный, но сложный. Ну, может быть, я говорю с точки зрения той профессии, которой я занимаюсь, потому что мне приходится с этим сталкиваться практически постоянно. С точки зрения юрисдикции все вроде бы логично. Да. Когда дело доходит до практики, и ты понимаешь, что не всегда одна юридическая практика способна только решать проблемы. Это ряд обстоятельств. И если говорить о тяжести, например, вот направлении работы с избирателями, на самом деле направление не тяжелое. Оно даже больше интересное. Но сложность заключается в том, что потом, когда какой-то вопрос не удается решить, даже не по зависящим от тебя обстоятельствам, вот тогда испытываешь какой-то моральный груз от того, что вот, ну, не смог помочь, ну, не зависит от тебя что-то здесь. То есть вопрос более системный, и вот время может затянуться. Вот здесь вот с этой точки, да, сложновато, конечно. Спортсмена, аудитор и успешный предприниматель. Ян Коваль стал одним из самых ярких участников политической кухни. Чего не хватало молодому человеку и зачем он пришел на проект? Давайте посмотрим. Ян Коваль уверен, что в местной политике не хватает молодых. Не хватает свежего взгляда на город и его проблематику, смелых, нетривиальных идей. В Думе, в депутатов у нас практически нет молодежи. У нас там из молодых это Виктор Федин, ну и все, я больше не знаю. Ну, там Дмитрий Третьяков, он такой тоже, да, вроде еще молодой парень. А больше-то нет у молодежи, по сути, свежего взгляда нет. Да, более консервативные взгляды, подходы. То есть, ну, ты же не объяснишь человеку, что сейчас модно, если он за этим не сидит, условно. Ян вполне самодостаточный молодой человек. Успешно занимался спортом, закончил университет, открыл свою точку быстрого питания. Этого показалось мало, и он решил получить новый опыт и новые возможности, которые дают участие в политической жизни. Как я посчитал, для меня это шаг, ну, то есть ступенька, да, к тому, чтобы двигаться дальше, чтобы стать, там, кем-то, ну, куда я стремлюсь, да, например, политиком, условно, чтобы с чего-то начать. То есть, политическая кухня для меня это был шаг. Но на проект привели не только личные амбиции. По мнению молодого человека, нефтьюганцы очень разобщены. В этом он видит одну из главных проблем города, над которой можно и нужно работать. У каждого жителя города, я думаю, есть что-то, что бы он хотел поменять в городе. Моя цель – это молодёжь, потому что молодёжи у нас в городе много, на самом деле, порядка, по подсчётам, около 30 тысяч, наверное. Вот, и молодёжь, она, ну, нет такой какой-то сплочённости, да, нету каких-то... Потому что мероприятий нету для молодёжи. За несколько месяцев участия в проекте Коваль только утвердился в своём решении. В следующем году на выборах в городскую думу он собирается выдвинуть свою кандидатуру. — Ян, какой вы вывод самый главный вынесли из проекта? — Из проекта я вынес самый главный вывод, что если ты хочешь чего-то добиться, то нужно просто пытаться, пытаться и, несмотря на какие-то трудности, преодолевать. Потому что там, когда я шёл на проект, да, у СОНа, я панически боялся камеры, там, я вообще не мог там, не видел себя, не мог там не снимать, не выкладывать в какие-то соцсети. Но вот после проекта, да, у СОНа у меня там, я уже сейчас пытаюсь там что-то, какие-то вещи делать. Вот, поэтому так в любом деле, в принципе, тебе дали какие-то первоначальные знания, навыки, и ты должен просто идти к цели и добиваться. — Выйти из точки комфорта. — Да, выйти из точки комфорта. — И достигать это. Как-то пандемия повлияла вообще на ваш проект? — Ну, первое, немножко сдвинулись сроки. Сам проект мы закончили в марте месяце, весной, и вот уже готовились к награждению. И, собственно говоря, началось. — А вот он из-за этого, да, так отдалилось награждение. Вы обещали в Государственную Думу, да, свозить, не получилось тоже, да, из-за эпидемии? — Да, да, вот планы сдвинулись, и вот мы хотели ребят свозить сейчас, но, опять же, Государственная Дума не принимает пока вот в связи с этой обстановкой. Поэтому, ну, молодые люди сертификаты получили, все в силе, поэтому, ну, остается только дождаться, когда будет удобный случай. — То есть вы эту день не оставили, вы ее будете реализовывать? — Нет, конечно, я даже больше скажу. Вот у меня в жизни получился такой замечательный опыт, который стал очень сильным, ну, таким мотиватором двигаться дальше. Будучи студентом четвертого курса, я выиграл один из федеральных конкурсов, и, собственно говоря, поехал в Государственную Думу защищать свой проект. Я посмотрел на вот как раз ту столичную жизнь, политическую изнутри, вот в стенах Государственной Думы, и пообщался с разными интересными людьми, да, которые, собственно говоря, просто так вот недоступны, ну, нельзя зайти в ко мне и сказать, ну-ка, расскажи мне, как вообще здесь все устроено. Вот, но это был шанс. И вот получив эти знания, безусловно, они дали мне силы двигаться дальше. Поэтому я рассчитываю на то, что если все-таки мы будем стараться вот устраивать такие мероприятия, с вот такими призами, вывозить молодежь за пределы города, показывать вот жизнь изнутри, расширять кругозор, я думаю, что это пойдет только на пользу. Это будет динамика, это будет сила, потому что в любом случае мы должны где-то черпать идеи, мы должны вот смотреть, как меняется мир. А это можно сделать только путешествуя, езди в другие города, общаясь с разными интересными людьми и потихоньку-потихоньку вот формировать некие интересные мысли. Вот у вас было такое интересное задание, нужно было написать пост, почему я должен стать победителем. Это вот для чего? Это когда не можете определить, кто все-таки должен стать победителем? Вы знаете, это больше было направлено именно на горожан, на молодых людей, на участников социальных сетей, которые будут выбирать. И для того, чтобы было проще определиться, в любом случае читать весь проект, я понимал, что никто не будет, максимум тазис на название, цели задачи, но в любом случае то, как человек формулирует свою мотивацию, заставляет сделать тот или иной выбор. Ну понятно, раскрывая человека. Да, я думаю, что мы в принципе не ошиблись в инструменте, потому что за все время голосования, а это около недели, пост посмотрело порядка 60 тысяч человек, а в голосовании приняло участие порядка 9 тысяч человек. Ну примерно вот такие цифры. И я считаю, что для нашего города это достаточно неплохой показатель. Сейчас предстоит политическая кухня, второй сезон. Будет ли она чем-то отличаться? Сделали ли вы какие-то выводы, может быть, о первом сезоне, где-то какие-то слабые места, которые бы вам хотелось устранить? Будет ли она отличаться и чем? Я скажу так, что программа первого сезона себя не изжила до конца. То есть те программы, мероприятия, они все равно еще остаются актуальными, и даже если мы, например, повторим этот круг, это не повлияет на результат. А наш результат – это большее количество заявок, большее количество участников и молодежи, которые заинтересованы в дальнейшем развитии. Потому что в любом случае, как я изначально сказал, 75 заявок, 50 участников, 17 победителей. То есть вот эта цифра в 33 человека, которая, скажем так, отсеялась на протяжении проекта, это, собственно говоря, те люди, которые, возможно, для себя поняли, что это просто не то, чем бы они хотели заниматься. И это неплохо. Это правильно, потому что человек уже четко для себя определил, что это не мое, он не тратит на это время, а он свое время вкладывает в пользу того дела, которое ему нравится. Мы рассчитываем во втором сезоне, возможно, дополнить ряд образовательных мероприятий. Ну и принципиально второй сезон будет отличаться от первого именно заданиями, которые будут для участников. То есть это будет больше похоже на некую предвыборную кампанию с написанием своих, скажем так, планов работы, с написанием своей программы. Возможно, это будет публичная защита. Ну и, безусловно, это контакт с населением. Потому что если мы не будем выходить в поля, в теории будет сложно дать молодым людям понять все-таки, что же такое политика по-настоящему. Я так понимаю, что руководителем будет Ян второго сезона. Вы сегодня говорили о том, что, конечно же, второй сезон будет гораздо интереснее. Каким вы его видите? Ну, как правильно сказал Виктор, что образовательная программа первого сезона, она, в принципе, дала нам возможность с Антоном заниматься вторым сезоном. Поэтому она, в принципе, станет таким костяком, на которую мы, на эту программу, мы просто добавим в нее какие-то вещи, скажем так, задания, там, онлайн-задания, да, какие-то встречи, там, в общем, то, что не сделали мы, да, ввиду каких-то того, что... Что-то из депутатской практики, да, ближе к тому? Да, 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 что-то ближе к депутатской практике, вот. Поэтому, что еще исправить? Ну, да, какие-то технические моменты были, которые мы хотели бы исправить. Это в плане... Непосредственно в плане распространения информации, да, по соцсетям для привлечения, потому что мы, на самом деле, планку хорошую поставили, да, можно это озвучивать? Мы поставили планку в 500 человек, мы хотим, да, привлечь. Вот, не знаю, получится, нет, но инструменты все есть для этого. И мы знаем, какие это должны быть инструменты, знаем, какими пользоваться. А что в качестве награды? Вот была поездка в Госдуму, да, там, и помощник депутата, сейчас что будет? Ну, долго мы с командой, конечно, выбирали, потому что, скажем так, сделать победителей еще раз помощниками депутата, ну, уже, возможно, не представляется, да и, в принципе, на полгода уже не то. Возможно, вот, когда будет уже выбран седьмой созыв, возможно, мы еще раз проведем политическую кухню и уже выберем помощников. Вот, а сейчас мы пришли к выводу, что мы поддержим победителей и, скажем так, окажем им финансовую, консультационную поддержку во время предвыборной кампании. То есть победители получат возможность общаться с квалифицированными юристами, политтехнологами, ну, и, возможно, получат какую-то материальную поддержку на АПР. Примерно так. То есть здесь программа будет именно направлена на то, чтобы дать человеку понятие, действительно, хочешь ли ты заниматься политикой, молодежной политикой, и видишь ли ты себя на этом пути, именно как депутат. А были какие-то вот еще, помимо тех проектов, которые ребята озвучили, еще какие-то интересные проекты, которые, ну, полезны именно для города? Может быть, их авторами не были ребята, которые вошли в число победителей, но они для вас, может быть, они какие-то креативные были, неожиданные. Ну, вы знаете, есть проекты, над которыми мы продолжаем сегодня работать. Вот, в частности, это проект Антона нашего, он тоже является победителем, городские велопарковки. То есть молодой человек во время пандемии, когда вот все ушли, скажем так, сидеть дома, он не сидел дома, а взял, купил материал, сам сварил велопарковки и поставил и в их в общественно значимых местах. То есть порядка 7-8. Это Евгений Тимкин. Тимкин, Тимкин Евгений. Да, да, да. То есть молодой человек на практике показал, как его проект работает. Это магазины, социальные учреждения, да, то есть приехал, велосипед приковал. Интересная работа. Есть у нас еще один из победителей. Напомни, пожалуйста, фамилию. Турал. Турал. А, Турал. Турал. А, Турал Мусаев. Мусаев Турал. Да, ну, молодой человек спортсмен, каратист, занимается с детьми. И он предложил построить небольшие спортзалы для доступности спорта. Небольшие спортзалы. И вот он сейчас прорабатывает этот проект, составляет смету, смотрит доступность. Ну, вот, собственно говоря, тоже один из ярких проектов. Но, конечно, он посложнее. Над ним нужно будет работать посерьезнее. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. Очень с вами было интересно. Желаю вам удачи в ваших планах политических и всех остальных. Спасибо, что позвали. На этом я прощаюсь. Всего доброго, хороших выходных.